МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство направит 2 миллиарда 300 миллионов рублей на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Деньги пойдут на реконструкцию тоннельных водоводов. В Минздраве заявили о необходимости полностью привить всех пожилых людей старше 60 лет. Исключения у данной категории населения могут быть только по медицинским показателям. В России начали работу школьные ярмарки. Минимальная цена базового набора школьников в 2021 году составляет около 2 тысяч рублей. Это универсальный комплект школьной формы, рюкзак и канцелярские товары. В китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса, впервые с 2020 года зарегистрировали новую вспышку COVID-19. Власти готовят общегородское тестирование. Духовный лидер Ирана Али Хаминеи утвердил в должности нового президента республики Эбрахима Раиси. Он победил на выборах 18 июля, набрав 62% голосов. Инаугурация состоится 5 августа. В Государственной Думе прошла встреча депутатов фракции КПРФ с представителями общественной организации «Блокатники Ленинграда». Поводом для беседы стало обращение ветеранов к коммунистам с просьбой защитить их права. Наш вопрос связан с тем, что к 50-летию Великой Победы в законе о ветеранах, жителей Горного фронта, отстоявших город Ленинград и Россию, в статье 2 выбросили из рядов участников войны, а в статье 18 отняли права льготы и социальные гарантии участников войны. Участники встречи подчеркнули, что блокада была единой для всех защитников и жителей Ленинграда. В 1994 году все «Блокатники» были признаны участниками Великой Отечественной войны. Им были присвоены льготы согласно статусу защитников Ленинграда. Однако в 1999 году блокатников этого статуса лишили. Многолетние попытки вернуть заслуженные льготы были заблокированы три года назад партией власти. На протяжении ряда лет вы получали те льготы, которые имели участники войны и защитники Ленинграда. И потом эти льготы канули в воду. Когда мы рассматривали здесь, в Государственной Думе, возвращение этих льгот, коммунисты и другие фракции проголосовали за, а «Единая Россия» похоронил эту законодательную инициативу. «Блокатники» настаивают, чтобы их права были восстановлены. Они подчёркивают, отмена льгот противоречит Конституции. В ней сказано, что в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. В КПРФ считают ситуацию вопиющей. Все ленинградцы, кто одержал победу, дал право городу выстоять и фашистский сапог не ступил по улицам Ленинграда, это все люди, герои. И они заслужили того великого внимания, которое обязано воплотиться в те льготы, которые они просят, они совсем небольшие, причём они не просят новые льготы. Они просят те льготы, которые они получали ещё в советское время. Коммунисты намерены в ближайшее время вновь инициировать рассмотрение вопроса о возвращении всех льгот блокатникам и добиться его положительного решения. «Мы, конечно, внесём в ближайшие 7-8 дней закон Государственной Думы о том, чтобы вернуть отобранные у блокатников, в том числе детей Ленинграда, эти льготы, которые они получали. Мы с вами и будем всё делать для того, чтобы правда восторжествовала». По всей России продолжаются акции в поддержку Павла Грудинина. 24 июля Центризбирком исключил директора совхоза имени Ленина из списка кандидатов от КПРФ. В Башкирии, в селе Аскарова, прошёл народный сход против действий ЦИК. «Таким образом, власть пытается, чтобы народ как можно меньше пришёл и поддержал оппозиционных кандидатов, таких как Павел Николаевич Грудинин». Коммунисты Башкирии намерены проводить акции протеста до тех пор, пока Павла Грудинина не восстановят в качестве кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. В Иванове прошла серия одиночных пикетов, организованной областным отделением Компартии. По словам коммунистов, местные жители поддержали протестующих. А вот городские чиновники пикеты просто игнорировали. «Власти, они, в принципе, никак не отреагировали. Просто, когда мы избирком стояли, прошли мимо». Одиночные пикеты прошли и в Ярославле. Там на улицы города вышли депутаты коммунисты областной думы. «Павла Николаевича Грудинина подло, нагло власть сняла с этих выборов. Они боятся конкуренции. Они боятся, что КПРФ получит хорошие результаты на выборы в Государственную думу и действуют беспредельно, нагло. И мы выражаем протест. Руки прочь от Павла Николаевича Грудинина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова